Мы заходим в подъезд, радует. Выходим из подъезда, радует. Настроение. Не то, что как раньше. Анна живет в доме 8 по улице Космодемьянской не первый год, но такого ремонта в подъезде ещё не видела. Вместо серых стен – голубая гладь озёр, зелень деревьев и плавающие лебеди. Масляная настенная живопись – труд нескольких дней художника, живущего по соседству. Красота! Это ему нужно отдать должное. Это кто мне написал? Никита Качёв. Житель этого дома? Житель этого дома, второй подъезд. Художественная композиция Никиты Качёва украсила лестничный пролёт. Пройти и не оставить взгляд на картине невозможно. Настолько объёмно и натуралистично смотрится композиция размером 4 на 2 метра, словно портал в безмятежный мир. Мотивировало то, что хотелось сделать людям приятно, чтобы в этом подъезде поднималось настроение, когда они выходят или приходят уставшие с работы. Дикие лебеди – не единственное новшество после ремонта. В подъезде появились светочувствительные датчики освещения. Свет горит только в тёмное время суток. Лампы тоже энергосберегающие. Чтобы проверить работу датчика, достаточно закрыть к нему доступ света. Результат ремонта в доме 8 осмотрели специалисты отдела развития жилищно-коммунального хозяйства окружной администрации и ассоциации председателей советов домов. Замечательно отремонтированы, красивые картины, уютно войти в подъезд. Жители очень довольны. Вот так бы все относились к своим подъездам и к домам. Ведь нам жить в нашем жилье. Комиссия оценила ремонт ещё двух подъездов в доме 25 по Паритасскому проспекту. Управдомы высказали незначительные замечания на отсутствие ручки на приёмном клапане мусоропровода и деформацию некоторых панелей на почтовых ящиках. Что в целом не портит общее впечатление о ремонте.